Мы продолжим нашу тему, алия и восстановление всего. Мы еще эту часть не начали, первую половину. Но я хочу о большей картине поговорить о восстановлении Богом всего. И это включается в то, что евреи возвращаются с земли. И также то, что народы будут сопротивляться плану Бога. Сначала мы видели, что Бог создал рай. И его процесс восстановления включает в себя три вещи. Три, о которых я хочу поговорить, но есть больше. Первая — это земля израильская, в том числе Сион. Вторая — это еврейский народ. И третья — это Мессия. Это три ключа к Божьему плану восстановления. Также другие части, как мы говорим, Евангелие для всех народов. И Бог приводит все народы к Своему плану. Сейчас мы сфокусированы на Алии. И Алия — это ключ к восстановлению и восстановлению всех трех аспектов. Земли, еврейского народа и Мессия. Традиционно, в этих аспектах церковь не понимала. Иногда церковь понимала важность земли израильской. Но не понимала план для еврейского народа. Поэтому есть такая история не очень хорошая о том, как христиане хотели забывать святую землю. И в то же самое время одновременно преследуя евреев. И мы увидим, что Божий план, который включает в себя все три аспекта. Важность земли, важность Его народа в земле. Также важность того, что Его народ поклоняется Мессии. И вот это приведет Иешуа обратно, или приведет к Его возвращению. Поэтому от самого начала большие трудности возникли у человека с этим Божьим планом. Мы говорили об Адаме и Еве. У них было двое детей. К тому времени Каин и Авель. Авель принес жертву животное. Каин принес хлебное приношение. Или растение. Либо плоды, растение. Но этого не было достаточно. Потому что это не было по Божьему. Из-за этого он обиделся. Потому что убил своего брата Авеля. И это начало самой глубокой обиды. Так что начались два пути. И были потомки благочестивого Сифа. И потомки Каина. Которые от мира. Мирские. В конечном итоге мы доходим до Авраама. И Бог призывал Авраама из его родины, из его земли. И обещал дать ему народ, сделать из него народ, произвести народ. И что этот народ будет особенным. Интересно, что это сразу после истории с Вавилонской башней. В Бытии 11 главе. История Божьего суда. На бунтующего человека. Поэтому он рассеял людей среди народов, среди стран. И поэтому все эти народы стали результатом Божьего суда. И следующая глава, 12 глава. Говорит о том, как призывается один человек, Авраам. Ему говорится, из себя произведу большой народ. Которая станет благословением для всех остальных. В принципе, это начало процесс войны. Между Божьим народом. И небожьими народами. Это глубокая обида. И во всем Писании мы видим. Как другие народы хотят убить Израиль. Уничтожить. И мы не понимаем почему. И времена Эстер. Почему они хотели убить всех евреев? Это часть войны. Которая воюет с одна против Божьих целей. И мы видели в Псалме, во втором Псалме. В самом деле, давайте перейдем. Псалм, chapter 2. Начинаем с первого стиха. Снова. И очень сильно это применяется к нам. Применимо к нам. И применится даже больше. Чем, когда мы будем приближаться к пришествию Ишоа. Зачем оттутся народы и племена замышляют тщетно? Первый стих. Восстают цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Те, кто хочет уничтожить Израиль в наши дни, на них влияет Сатана. И они этого не понимают. Но глубокая обида у них есть. Потому что знают, что этот народ назван Божьим. И это обижает. Почему они Божий народ? Но мы видим, что это часть Божьего плана. Давайте посмотрим. Мы читали раньше. В 6 стихе. Я помазал моего царя над Сионом. Святой горой моей. Мы видим, что этот царь есть Сын Божий. В 7 стихе. Ты сын мой. И я ныне родил тебя. Прости у меня и дам народы в наследие тебе. И пределы земли во владение тебе. К чему мы движемся? Народы соберутся против Израиля. Но Бог говорит, это ваше наследие. И Он так говорит, Иешуа. И всем тем, кто следует за Ним. Хорошо. Давайте посмотрим в Псалм 37. Псалм 37. Мы видим, что Божий план восстановления также включает землю. Псалм 37, 9. Девятый стих. Делающие зло и истребятся, уповающие на Господа наследуют землю. Псалм 36, 9. Они наследуют землю. Одиннадцатый стих. Кроткие наследуют землю, насладятся множеством мира. Двадцать второй. Благословенные им наследуют землю, и проклятые им и истребятся. Девятый. Девятый. Праведники наследуют землю, и будут жить на ней вовек. Вовек — это значит навечно. Девятый стих. Дупой на Господа, держись в пути Его. Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. Когда будут истребляемые и нечестивые, ты увидишь. И враг знает Божьи планы. Он противится им. И мы, верующие, должны даже больше понимать Его планы. Давайте откроем Захария. Захария, двенадцатая глава. It's right before Malachi. Захария 12, we're going to begin at verse 1. Двенадцать один. Are we all there? Mm-hmm. Okay. Keep rolling. Захария 12, 1. This is the word of the Lord concerning Israel. The Lord who stretches out the heavens, who lays the foundation of the earth. There's that foundation reference again, as we're talking about Jerusalem. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распространивший, распространивший небо, основавший землю, образовавший дух человека внутри Его. And who forms the spirit of man within him, declares. I am going to make Jerusalem a cup that sends all the surrounding peoples reeling. Judah will be besieged, as well as Jerusalem. Сделаю Иерусалим чашу иступления для всех окрестных народов, также для Иуды во время осады Иерусалима. On that day, when all the nations of the earth are gathered against her, I will make Jerusalem an immovable rock for all the nations. All who try to move it will injure themselves. Будет тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя. This is a picture of the war, the war at the end. Это картина, образ войны, конечной войны, последней. Враг хочет уничтожить Иерусалим. It's no surprise today, that there is so much coming against Иерусалим. Никакого тайны нет в том, что так много стоит против Иерусалима. Мусульмане хотят уничтожить Иерусалим. The United Nations says things against Israel and Jerusalem. A on направлены против Израиля и Иерусалима. Unfortunately, even America lately has been saying things, that are good for Jerusalem. К сожалению, даже Америка говорит против Иерусалима. But this is part of the war. But this is part of the war. They will look to me, the one they have pierced, and they will mourn for him, as one mourns for an only child, and grieve bitterly for him, as one grieves for a firstborn son. So God is going to open the eyes of the people of Israel. The veil that's over their mind will be taken away. And all of a sudden they will realize this Jesus that we thought had nothing to do with us is the Messiah. It will happen, it will happen, it will happen like that. Verse chapter 13 verse 1. He says on that day a fountain will be opened to the house of David and the inhabitants of Jerusalem to cleanse them from sin and impurity. Откроется источник Дому Давидову и жителям Иерусалима для мытья греха и нечистоты. This is when they realize the new covenant is made through Yeshua. Когда они осознают, что Новый Завет заключен через Yeshua. So that day will come. И этот день придет. Chapter 14. 14. This is speaking of that same time when all the nations gather against Israel. He says on that same time when all the nations gather against Jerusalem. Verse 3 says, Then the Lord will go out and fight against those nations as he fights in the day of battle. Here's a very important verse. Verse 4. On that day his feet will stand on the Mount of Olives. East of Jerusalem. При common mountains of Olives will be split into two. 本 land of olives will be split into two. Iran from east to west. There is clearly speaking of God himself. This clearly speaking of God himself. It says the Lord will fight for Israel. for the Lord will fight for Israel. And then it says, his feet will stand on the Mount of Olives. This is very clear picture that God is coming as a man. Это очень отчетливая картина того, что Бог войдет к человеку, у него есть ноги, и он встанет на горе, и гора раздвоится. И затем он войдет на Фрамовую гору через Золотые ворота. И также мы увидим фотографии Юнарской горы и также Золотых ворот. Те ворота застроены камнями. И как в соответствии с той историей этот Сулейман Великий то, что евреи знают, что Мессия войдет через эти ворота, поэтому, чтобы защитить Своё царство, он те ворота застроил камнями. Но не только это, но еще огромное мусульманское, исламское кладбище перед воротами. Потому что Мессия является евреем, и ни один хороший еврей не позволит себе пройти по мертвым телам. И поэтому это станет препятствием для пришествия Мессии. Конечно, мы знаем, что это никак не воспрепятствует Мессии прийти. Но интересно, они знают Писание, что говорится в Писании. И начиная с того момента, Божий трон будет находиться в Иерусалиме. И это будет началом тысячелетнего царства. Тысячи лет правления Иешуа в Иерусалиме. И мы будем видеть его лицом к лицу. И все народы придут и поклонятся ему в Иерусалиме. В 16 стихе об этом сказано. Все остальные из всех народов или выжившие из народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить, из года в год совершать Алию, год в год для поклонения Царю Господу Савуофу и для празднования праздника Кущей. Поэтому мы видим, что все народы будут праздновать праздник Кущей. Я рассказал, что когда я стал верующим, спросил пастора, почему мы не празднуем праздников? Он говорит, мы не евреи, но в один день все мы будем праздновать их. Почему бы сейчас уже не начать? Почему бы сейчас уже? Почему бы не начать прямо сейчас, даже если мы не евреи? Ну, это я так думаю. Есть параллельный образ такой же самой битвы в книге Откровения, Откровение 19, 19, с 11 стиха до конца. Когда Иешуа возвращается на белом коне, и как Он уничтожит врагов Божьих. Я весь не буду читать отрывок сейчас, но вы позже можете прочесть. И затем 20 глава говорит о правлении Иешуа на земле. И затем Откровение 21. Первая глава. Помните, мы начали с Эдема. Был рай на земле. Все было идеально. И в 47-м псалме там сказано, Сион радость всей земли. Это то, чего хочет каждый. В каждой культуре, в каждом народе, даже в каждой религии. Все хотят видеть мир на земле. Многие обмануты тем, как это должно произойти. Но каждый хочет этого. Даже те, кто настроны против евреев, против Иерусалима в наши дни, они думают, что в Иерусалиме вся проблема. Евреи проблема. И если их уничтожим, тогда будет мир. И снова, это та война, которая хочет все сделать не по Божьему. Но даже мусульмане, они хотят мира. И так их учат. Вот таким образом нужно мир установить. И для этого можно использовать терроризм. Или же насилие. Но если только мы установим Ислам, тогда будет мир во всем мире. Даже те, кто не верят в Бога. Коммунизм. Все это вместе. Мы можем установить мир, если завоюем весь мир. Но Сион — это Божий ответ. Что Сион радость всего мира. Сион всех народов. Место, где будет мир на земле. И Бог правит и живет среди нас. И мы можем видеть Его лицом к лицу. Откровение 21. Увидел я новое небо, новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И моря уже нет. И увидел я святой город. Новый Иерусалим. Сходящий от Бога с неба. Приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Это Сион. Это Божий город. Место обитания всех верующих. Боих евреев и язычников. Вместе. И услышал громкий голос неба, говорящий, тоскине Бога с человеком, и Он будет обитать с ними. Это цель. Это то, к чему движется вся история. Когда мы можем жить в Его присутствии. И Он будет нашим обитанием. Как и Сион может быть. Они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними. Сбудит Богом их. И отрёт всякую слезу со чьей их. Смерти не будет ни плача, ни вопля, ни болезни. Ибо прежнее прошло. Откровение 22. С первой стиха по пятой. Показал чистую реку. Показал чистую реку воды жизни. Светлую, как кристалл. Исходящую от престола Бога и Агнца. И в Эдемском саду были реки, которые протекали по тому саду. И также река жизни течёт в Новом Иерусалиме. Она течёт среди улицы великого города. По ту, по другую сторону реки древа жизни, двенадцать раз приносящие плоды. Дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И снова мы видим новое дерево жизни, восстановленное. И мы свободно сможем приходить к дереву жизни. И как Адам был остановлен путь, прегражён путь к дереву жизни. Но теперь, когда искупление есть у нас, и Эдем восстановлен, и ничего уже не будет проклятого. Проклятие на земле, которое следовало грехом Адаму, удалено. Престол Бога Агнца будет в Нём городе, и рабы Его будут служить Ему. Это все верующие. Вы и я будем там вовек, вовек, в Божьем присутствии. Халлелуя! И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. Ночи не будет там. Не будет нужды в светильнике, не в свете солнечном. Ибо Господь Бог освещает их. И будет царствовать во веки веков. То, что мы будем рассматривать, это Бог же план восстановления на земле. Это включает в себя землю израильскую, в рейский народ, и Мессию среди всего. И ключ в том, как это все соединить вместе, это Алия. Это Божий процесс восстановления народа в Его земле. И также в процессе, что Иешуа является центром этого, как Мессия. Я завершу молитву.